приветствую всех искренне любящих господа иисуса христа хочу сегодня с вами поделиться о прекрасной теме в котором нет такой души который бы не нуждался в своей жизни в определенное время мы читаем в книге бытие после смерти и авраама исаак начал делать переходы эти переходы определяет естество человека из-за таких переходов именно авраама назвали евреем человек который постоянно в переходах переходы переходят реки переходят горы долины переходы данном положении каждый из нас которые есть верующие искренне во христа иисуса библия утверждает что мы перешли из смерти в жизнь это тоже признать еврейство и вот исаак переходит с места на место но каким образом шел спор между пастухами исаака и между пастухами окружающих народов и он вынужденно оставлял эти места и уходил с одного места в другое место но вот колодцы которые выкопали рабы авраама эти колодцы враги закидали камнями когда-то из этих колодцев текла вода и из этих колодцев принимали вот эту воду пили и утоляли свою жажду многие люди многие народы не только люди авраама не только вот его семья но и другие люди но однако же почему-то вот именно эти люди решили каким-то образом навредить закидать камнями и вот нашелся человек его зовут исаак этот человек знал что это колодец который в данном положении никому не нужен но это колодец который из себя представляет источник живой воды источник живой воды откуда можно набирать воду библия утверждает что бог все создал из воды и водою он сначала создал воду согласно послания петра а потом все создал из воды это что-то прекрасное и вот этот колодец исаак понимал что закиданный колодец но однако это источник воды и он дал такое приказание его рабы слова вот эти камни сняли оттуда и потекла вода этот колодец это прообраз твоего брата и твоей сестры это тот колодец из которой текла ручей воды текла река текли реки воды живой а враг через своих рабов начал закидывать туда камни это сплетни это разговоры это ложе свидетельства это удары определенные и враг кидает туда твой брат и твоя сестра начинают сначала как бы себя сконфуженно чувствовать потом это все приходит вот депрессивное состояние и вдруг они начинают угасать нету больше их молитвы нету этого горячего слова нету присутствия такого которого так искренне и горячо искал бога который может собрание только своим исканием дать тонус другим чтобы люди точно так искали но есть брат и сестра есть верующие люди которые понимают что они такие есть хотя закиданные камнями хотя под великой горстью этих сплетен сатанинских но они есть источник жизни они источник бога они источник духовности они источник слова божия они источник молитвы они источник общения искреннего они источник помощи любое время обращайся они готовы помочь они готовы стоять за тебя и вот эти братья и сестры они как исаак начинают выкопать начинают снова вот убрать ходатайствовать за них камень за камнем объясняя что это сплетни это разговоры это никому не нужное это на этого не надо обращать внимание и брат начинает оживляться сестра начинает оживляться и вдруг оттуда снова идет пророчество оттуда снова идет слово божие и люди начинают пить и удаляют свою жажду сколько же людей сегодня в пустыне искушения нуждаются в этой воде а вот брат закиданный камнями а вот сестра закиданная камнями они есть источник этой воды лишь нужно очищать от этих камней лишь нужно остановить этот процесс и снова можно вот эту воду пить и слава господу за это я хочу с вами переходить в новый завет евангелист утверждает что нашего дорогого господа иисуса христа когда ввели на распятие нашелся человек его зовут симон кириен я не этот человек шел из поля схватили его я не знаю почему его столько толпы там столько народу столько насмешников столько рыдающих почему именно его ушел против все толпы он шел против он не шел с ними и они заметили что кто-то не идет с ними а идет против этого течения именно его схватили именно на него положили крест господа иисуса христа чтобы он нес на своих плечах на голгофу почему библия легкой такой рукой не показывает не показывает трудности нашего прекрасного мессии библия не показывает настолько он был обезображен не показывает пророшее сайи 53 глава очень так коротко обращается к этому но иисус был обессилен иисус не мог нести этот крест но это был его крест это не был чужой крест это не был крест симона кириен я не на но именно его заставили нести этот крест появился вот этот прекрасный исаак симон кириен и помог и помог нашего дорогого господа идти на смерть на тот смерть через которой господь иисус христос должен был побеждать смерть первый и последний человек начало и конец альфа и омега он должен был умереть чтобы побеждать смерть ради тебя и ради меня чтобы сегодня мы имели вечную надежду как нам нужен симон кирианин чтобы он был рядом с нами сколько раз я и ты падаем под собственным крестом о как мы нуждаемся в таком человеке как этот прекрасный наш брат который помог иисуса христа нести свой крест как мы нуждаемся чтобы кто-то помог нам нести свой собственный крест на колгофу свою на свою смерть духовную чтобы нам как христос иисус побеждать смерть на кресте и сказать я горжусь и хвалюсь крестом господа нашего иисуса христа которым для меня мир распят и я распят для мира сего как это важно мир убежден что ты для него не существуешь когда ты для мира не существуешь он перестает за тобой гнаться потому что он убежден что ты умер мир убежден что ты умер когда ты конкретен когда ты реален стоишь за господа все окружающие тебя они это понимают чувствуют и знают что у тебя нету шага назад ты за господа стоишь и они перестают тебя перестают ходатайствовать чтобы ты пил одну рюмочку перестает ходатайствовать чтобы ты занимался блудом или курил или что-то делал перестают заниматься тем чтобы как бы объяснить как бы привести тебя состояние в котором они сами находятся они поняли что ты мертвый человек ты им не нужен потому что мир понял что ты через крест господа иисуса христа распят для него а внутри тебя ты знаешь что и ты распят для мира сего через крест господа иисуса христа пусть бог благословит чтобы нам было это понятно но если мы осознаем что нам нужен человек симон кирианин нам нужен человек исаак который может наш колодец выкопать снять эти камни и выкинуть объяснить людям что это наш брат это наша сестра лишь нужно стать на защиту этого человека и снова потечет вода нам нужно понимать что нужен нам исаак и нам нужен симон кирианин чтобы сказать да этот брат упал под крестом да эта сестра упала под крестом но они истинные верующие они истинные братья истинные сестры нужно лишь им помочь помочь нести крест до конца и когда они будут на кресте тогда они умрут и дух божий вы жизни скажет совершилось и те же руки которые на крест подняли именно эти руки они будут снимать с креста будут снимать потому что они будут убеждены что ты больше для них не существуешь пусть благословить чтобы именно ты и именно я были такими чтобы мы помогали тем которые под крестом упали на дороге к голгофе чтобы мы помогали тем людям которые мы замечаем что они под камнями находятся но там источник чтобы мы поступали первые мы показывали пример что нужно человека помочь нужно поднять человека слава господу слава господу за тебя брат который ты также как наш прекрасный брат исаак выкапываешь вот эти колодцы который как этот прекрасный человек симон кирианин помогаешь независимо от того заметят это не заметят даже этот человек которого ты помогаешь и он становится уже выше он начинает действовать если он во время своего служения забудет тебя если она во время своего служения забудет тебя и не будут помнить что это ты это через тебя это случилось они поднялись этот брат сейчас стал пастором а это сестра сейчас стала хореместером или где-то там служит господу слова господу за них не удурчайся не падать духом слава господу за тебя здесь вы как бог выкопай потому что однажды бог посмотрел на тебя и он понял что ты весь в гноях находишься ты никому никудышный ненужный человек непутевы но он прошел мимо тебя и сказал тебя в кровях твоих живи да так он сказал тебе в кровях твоих живи бог дал тебе жизнь ради только одного потому что бог видел тебя что вдалеке через короткий промежуток ты станешь апостолом ты станешь пророком ты станешь евангелистом ты станешь пастором ты станешь учителем да и ты поможешь многим душам идти к господу идти ко христу иисусу будешь подобным христу и другим поможешь чтобы они были подобны Христу. Я благодарю Господа за Тебя, мой брат. Я благодарю Господа за Тебя, моя сестра, которая именно таким. Вы не мужчина и Вы не женщина. Вы духовная личность. Вы божественная личность. Вы избрали Бога и всегда готовы за Бога стоять. Запомним Псалом 118 176 стих. Там написано так. Я потерялся как заблудшая овца. Взыши раба твоего, ибо заповеди твои не забыл. Посмотрите. Потерянный, заблудший. Понимаете, по плоти вдруг замечаешь, что действия какие-то не такие. В душе этот человек как бы не такой. Но он говорит духе одно. Я заповеди твои не забыл. Запомни, мой брат и моя сестра, запомни. Эти люди, которые закиданные колодцы, или под крестом упадшие, они те, которые не забыли заповеди Бога. Не забыли. Подними их крест. Неси, и ты заметишь, что они точно такие, как ты. И они достойны иметь Бога и служения у Бога. Да. Помоги им. Выкопай этот колодец, и ты заметишь, что они духовные. Просто снаружи нужны духовные глаза, чтобы заметить это. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы нам действовать в этом духе. Благодарю Господа за вас. Мир дому вашему. Аминь.